В небольшой мастерской царит рабочая, но в то же время дружеская атмосфера. Юные мастера осваивают древнее ремесло, ювелирное. Для молодых специалистов этот выбор был полностью осознанным. У меня была такая ситуация, подарили мне на 15 лет браслетики серебра, и они порвались. Я решил, что надо сделать. Пострел сильно дорого, думаю, ну дай-ка поступлю сюда. Я вдохновилась одним очень известным ювелиром из Китая. Мне очень сильно понравилась его работа. И я не знала, чем заняться, но когда я увидела, что он создает, и создает он это полностью вручную, мне захотелось тоже попробовать. Но ювелир 21 века кардинально отличается от своих древних предшественников. С появлением 3D-принтеров ремесло частично уходит в цифровой формат. Кроме того, по словам мастеров, спрос на штампованные фабричные изделия стремительно падает. Эксклюзивность и ценность готовых авторских украшений, созданных своими руками, остается неизменной. Это взаимодействие с заказчиком, с человеком, который хочет что-то совершенно необыкновенное, потрясающее. То, что не продается в магазинах, то, что нельзя купить, то, что будет принадлежать только ему, его сущности, характеру. Среди вещей масс-маркета всегда людям хотелось что-то индивидуальное. И мне тоже хотелось создавать что-то такое, что для конкретного человека, а не под одну гребенку. Молодые специалисты на первых порах практикуются переплавлять разные виды металлов, шлифовать и обрабатывать украшения, а также закреплять камни. Позже студенты применяют более сложные технические приемы – ковку, литье, тиснение, резьбу или гравировку. Для того, чтобы овладеть ювелирным искусством в совершенстве, нужно быть усидчивым, терпеливым и аккуратным. Но первый помощник настоящего мастера – это любовь к своему делу. Если это не любить, конечно, то есть это надо очень любить, очень любить металл и огонь. Вот эти две стихии, которые совершенно необходимы чувствовать. Модные тенденции со временем меняются, но специалисты уверены, что ювелирные изделия – это то, что будет в моде всегда. Интерес к драгоценным камням и к драгоценным изделиям никогда не угасал. Если посмотреть во все времена, драгоценные металлы и драгоценные камни не падали. Это ликвидный товар, который можно купить и продать во все времена за одинаково высокую цену. Найти мастера в Одессе сегодня достаточно сложно. Ежегодно Одесская академия ювелирного искусства выпускает всего 15 специалистов. И далеко не все работают по профессии. Такая статистика в очередной раз доказывает, что это ремесло нынче редкое, а значит почетное. Нарина Щеглова, Юрий Шинкаренко, телеканал «Репортер».